И вот мы выяснили с вами, что мы, оказывается, представители разных церквей. Ну, секрет небольшой, тайна не такая вот сокровенная. Мы знаем, что их еще больше, этих церквей. Я представитель тоже какой-то определенной церкви, церковности. Где-то мы в чем-то похожи, в чем-то и раздимся. Так ли? Но пребывание в церкви и сама церковь тоже оформляет проповедь. Какой будет проповедь? О чем будет проповедь? Какой будет стиль этой проповеди? Какие будут манеры у проповедника? Конечно, мы все индивидуалисты, можно в одной церкви встретить разных типажей, но в целом это будет накладывать какой-то отпечаток на проповедование. Например, братья и сестры, давайте выслушаем Слово Божие, которое нас наставит, просветит и научит. Давайте откроем врата сердца нашего, откроем разум, то есть и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это один тип. Вы попадете в церковь, увидите, что один, потом берете в вторую проповедник, будет говорить так же. Аллилуйя! Сегодня Господь нас благословит! Это вот ид будет у второго проповедника, у третьего, четвертого и пятого. Понимаете? Значит, уже какое-то пребывание в церкви, уже, что, а что не так? Так. Я не могу понять, откуда это, потому что иногда они копируют не то, что друг друга, а и даже не тех проповедников, которые приехали, которые были на английском, а их переводчиком. Потому что переводчику нужно успевать, и он так, а-а, и-а, и вот он идет, это хороший. И масса, серия спикеров вдруг начинает это вот, и-а-а. Ну, это не без того, что есть мелодика, да, в речи, когда, но, то есть мы видим, что какая-то уже церковь, какой-то, я не знаю, как вот в мессианских общинах, вот я вот этот был ваш учитель, который учил греть, я просто представил, как он, честно, будет проповедовать. То есть есть какой-то, но есть уж какая-то церковность, да, какая-то церковная культура, община уже оформляет, какой будет проповедь. Конечно, будет такой, какой-то вот, ну, диапазорчик, так ведь? И можно вот, я могу вот даже по спикеру, человек, спикер выходит, только начинает говорить, уже по первым словам уже можно, в принципе, определить, с какой он церкви, что-что? С какой деноминации, да, по манере, как он стал, как он себя ведет, хотя, понятно, есть, ну, разные, поэтому церковь уже определяет, и у нас есть, ну, у нас есть целая история церкви, а если у нас есть целая история церкви, у нас есть целая история проповеди. И вот мы видим, что после того, как сменилось апостольское время, началась история церкви, значит, история проповеди. Первые века, первые века истории церкви, это примерно с 70-го по 430-й год, это можно, ну, этот период можно, его называют период патристики, да, то есть, или отцов церкви, вы уже изучали историю церкви, или она вам уже не нужна? То есть, это период патристики, да, то есть, это период отцов церкви, его тоже можно поделить на два периода. период, скажем, ранних отцов церкви, их еще называют мужей апостольских. И в этот период были таких три вида основных лидеров, да, апостольские, как же их назвать? Апостольские отцы, вот таких можно вот, или ранние просто, ну, как учителя, были также, ну, это Игнатий, Климент Рибский и Поликарп Смирнский. Другой вид был апологеты, например, Иустин Мученик, Мартирис, он был светиль, и были богословы в этот период. Ориген, Климент Александрийский, Тертулиан и Киприан. Ну, вот у меня есть, по-моему, где-то даже картиночка. Сейчас тут у меня сработает техника. Здесь уже проповедь, христианская проповедь приобретает немножко другой колорит, потому что из иудео-палестинской, да, вот, ну, словесности, риторики и стиля обучения, она переходит уже в чистые эллинские просторы. А здесь целая история риторики, а здесь целая история искусства ораторства или обучения, философия. И Иустин Мученик, он же Иустин-философ. Это старый, ну, конфликт, старый спор. То есть, насколько соотносится философия и Библия. Но, по всей видимости, Аполлоса, которым, помните, в послании Коринфянам Павли, что вот он так, его любили, потому что он был красноречив, скорее всего, он получил хорошую подготовку, обучение, риторики. Но, тем не менее, вот выходит проповедь, и тут появляется та церковная проповедь. Так, появилось? Нет? Что-то у меня надо. Сейчас я перейду. Спасибо. 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 Сейчас, секундочку. Ну, это не точные фотографии, понимаете. Это Иустин Мученик, Климент Римский. В этот момент христианство оформляется. Еще, конечно, это не то развитое богословие христианства, которое будет в период Никейский период. Но, тем не менее, появляются первые выразители, учителя, защитники христианской веры, а значит, новый вид проповеди. И вот один из них, это Ориген, его можно назвать отцом проповеди. Он внес в проповедь элементы такой системы, система изложения предмета. Но, так как он представитель Александрийской богословской школы, Ориген Александрийский, то есть он там же когда-то философствовал и писал, помните, великий иудейский философ и мыслитель, кто помнит? Да, в Александрии. Филон Александрийский. Филон Александрийский. То есть, значит, была целая, это Александрийская школа, и чем она отличалась от антиохийской школы? Тем, что там господствовал аллегорический метод интерпретации. Поэтому Ориген развил систему, систему изложения проповеди, но использовал такой аллегорический метод интерпретации. Его также еще называют отцом библеистики, библейских исследований. В то время были такие универсалы. Личности, ну, информации хватало для могучего ума, чтобы ее обработать и изложить. Да, вы вспомните Аристотеля. Вот Ориген стал отцом библеистики, библейских исследований и отцом проповеди. Это уже такая школа. Затем с 300 по 430 год, вот тут был рассвет проповеди. А, ну и Тертулиан, кто помнит Тертулиана, есть его книги, то есть очень известный, но такой вот иконообразной картинки я не нашел, потому что Тертулиан не есть таким каноничной такой личностью, потому что он пошел потом, как считается, атаксальным христианством в ересь монтонизма. Но, тем не менее, то есть один из таких могучих умов того периода, который и разрабатывал, и подготовил тринитарное богословие для вселенских соборов, особенно разработал его, скажи, грамматику, то есть подготовил его латинским языком, потому что были богословы, которые были на греческом, на востоке и на латыни. Новый период, а тут уже расцвет богословия, а значит и расцвет проповеди. Такие были величайшие богословы того времени, как Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Низкий, Амросий. И вот две такие личности, которые в то время сверкают, и которые стали не только великими богословиями, великими проповедниками, особенно Иоанн Златоуст, он больше известен своим пастырством и проповедью, поэтому он назван Златоуст. И Августин Гиппонский, епископ Гиппона, который был на Западе, Иоанн был на востоке империи, а Августин на Западе тоже величайший проповедник. Его такие монументальные труды, как исповедь, чего стоят, которые всегда будут, я когда изучал психологию или истории психологии, то светское учебное заведение, оно предлагало прочитать этот труд исповедь. Потому что там глубокая интроспекция, то есть взгляд в себя. Вот величайшие проповедники того времени. Это был рассвет, золотой век богословия и проповеди. И вот эти были, это the best. Вот если был бы тогда X-фактор по проповеди, или империя майя таланты, если это была бы номинация проповедники, то суперстар в этом будет Ян Златоуст, были бы и Августин из Гиппона. Следующий период это 430-й по 1095-й год. Так называемый тусклый период. Это такой тусклый период. Если этот период это раннее средневековье, это средневековье. И в этот момент что-то происходит в христианстве. Христианство становится более мирской. Грех больше, духовенство не есть такой, знаете, духовной элитой. Тоже такое плотское. И, естественно, падает проповедь. Единственное, сплеск в этом, над всем этом, ну, остались проповеди Льва Великого. Льва Великого, но проповедь, его тексты показывают, что больше тема такая. Духовные праздники, почитание Марии, и там пост, и милостыня, чистилище, и Великий, или Карл Великий, пытался это дело как-то вот сдвинуть, там, столкнуть. Издавались указы, чтобы была проповедь. Но по его потуги не увенчались таким успехом. Сделали такие, знаете, книжки по проповеди, просто проповеди читали, то есть перечитывали с книг. Поэтому такой период. Интересно, что я вот это, описание этого периода, встретил. Здесь такой культовый писатель в Питере, Стогов. Вот интересная книга, у него такая интересная своя философия истории. Вот он тоже описывает этот период, такой вот упаднический. Но, тем не менее, всегда есть исключения. Не все периоды такие, знаете, там, сложные, темные. Были такие проповедники личности, как Бит, Патрик, Гал, Бонифаций и Лиги. Потом приходит время схоластики. 1905 год по 1631 год. И это был расцвет богословия. Был расцвет богословия. Вновь, знаете, христианство получило, особенно богословие, какую-то прививку или дозу, в данном случае, со стороны философии. В Европу вернулся Аристотель с арабского мира. Его перевели, и вдруг он стал основой богословствования. Вот почему я сказал, что богословские трактаты больше напоминают логику, чем богословие. Ну, в смысле, манера философствования. И здесь, конечно же, как только расцветает богословие, появляется и проповедь. Величайшими личностями является в это время Фома Аквинский. Это доктор церкви, или учитель церкви. Или томизм, или философия богословия Фомы определяет богословие католической церкви где-то по сей день. Два направления развиваются. Схоластический, такой чисто схоластический и мистический. Представитель мистического богословия и такой проповеди мистической есть Бернард Клервовский. И вот здесь плохо видно, но сразу вот здесь видно Фома Аквинский, могучий ум такой. И Бернард Клервовский, такой вот он, знаете, с посохом, весь такой очень поэтично так изображен. И он был такой по натуре. Он представитель такой вот мистического направления в богословии и в проповеди. Если схоластика ставила акцент на строгой системе, логика, все должно быть подчинено разуму, последовательность, все разрезается на пункты, все до мельчайших частей исследуется, и все представляется такой бездоганной, чистой, логической. В последовательности представители бессильского направления больше двигались к духовной силе. Отсюда и их метод проповеди или манера проповеди более такая аллегоричность, чувственность и иногда неясность изложений. Реформация. Период реформации с 1361 по 1572 год, даты в этом особо не, можно разделить на два периода. Предреформация или проповедники дореформаторы и сами реформаторы. До реформации были такие проповедники, известные как Джон Виклиф из Аванарола. Джон Виклиф в Англии проповедовал, нес, проповедовал Библию, было пробуждение, а Янгус в Чехии. Если вы были в Праге, там есть площадь, где его сожгли, казнили. Я был в этом, я учусь в семинарии в Праге сейчас, и там вот в очередной. И там я был на этой площади, был даже в Гусицкой церкви, видел эту кафедру, интересно, что такое помещение, такое скромное, и кафедра, такой балкончик, и выходит проповедник какой-то комнаты, то есть он не сидит в зале, он выходит, там люди ждут, и он проповедует, и народ очень ждал. Это уже готовила реформация. Это уже проповедь библейская, проповедь Библии, она уже приготовила путь к реформации, потому что уже были приготовлены массы. Ведь общественное мнение, то есть можно очень много говорить, даже политики, да, если нету поддержки масс, ты ничего не сделаешь. И наконец-то явились сами реформаторы. Мартин Лютер, Джан Кальвин, Цвингли, Джон Нокс, величайшие проповедники и проповедники. Тогда вот проповедник, он был богословом, а богослов был проповедником. То же самое, когда мы встречаем в восточном православном богословии, что тот богослов, кто молится, и кто молится, тот богослов, то на Западе можно было так сказать, что тот богослов, кто проповедник, и проповедник, он уже богослов. И вот величайший проповедник, вот взлет, подъем проповеди в это время, потому что главный манифест этого периода соло-скриптура, только Писание, только Писание есть высший авторитет, только Писание является текстом для проповеди, только Писание, и вот отсюда родилась нов всплеск библейской проповеди. Это Мартин Лютер, Жанн Кальвин, Свингли. Затем, интересно, все это, знаете, как всегда, меняется, идет дальше 17 век, этот период такой догматизма, период догматизма, и когда уже схоластикой подвергается сама реформация, этот период так и называется в богословии, период реформатской схоластики, когда уже протестанты уже больше думали о догматике, о доктринах, о катехизисах, когда было время исповедания веры, всякие пункты, люди очень мощно рубились уже по поводу всяких доктрин, этот период схоластики, естественно, породил реакцию, это так называемый период пиетизма, поэтому догматизм и параллельно появляется период пиетизма, то есть пиетизма, это благочестие, то есть где больший акцент ставился не на разум, не на богословие, а на сердце и опыт, и основное требование пиетизма это было возрождение, взывали к чувствам, но мало говорили к разуму, проповедник этого периода, вот Джон Уэсли можно назвать, но он был хорошим богословом, в нем как бы так вот хорошо все сбалансировано, и богословие, и опыт, еще там я в конспекте говорил о пуританских проповедниках, то есть это отдельная тема, потому что в пуританстве, по всей видимости, вот там родилась проповедь, которая по сути определила многие проповеди современных протестантских церквей, если вы послушаете, например, такого известного проповедника, например, как Джон Пайпер, в своих книгах переводят, то есть это такая вот нео-ренессанс, ну, пуритан, то есть это такая классическая, богоцентричная, библейски-фундаментальная проповедь, да, то есть там, во-первых, нужно быть четкий богоцентризм, четкая экзегеза, то есть фундаментальное исследование Библии, то есть вот таким предшественником, или как бы венцом, да, то есть помните, кто из них, не знаю, и читали бы книгу, книги Джона Бунина, то есть это представитель, но он из такого народного, ну, богословия, то есть он не был вышкален даже в реформатском богословии, то есть он был простым проповедником, это люди того времени, еще такие известные времена, то есть имена, ну, их очень много, Джонотан Эдвардс, это период ревайвилизма, там у вас в конспектах написано, объясню, что такое, кстати, вот о пуританах, я когда ехал на один курс в семинарию по истории пуритан, богословия, думаю, куда я еду, то такая, мне это интересуют, эти пуританы в тойной Англии, но я получил такой колоссальный заряд, вообще такое благословение, потому что я видел, что многие наши, вот мы протестанты, дали евангельские, что мы не замечаем, что многие вещи, нас уже какие-то вещи определяли уже в веках назад, я потом расскажу, нам кажется, что мы такие библейские, на самом деле все так просто, то есть для меня открылась интересная картина, но вот в Америке, когда в Америку переселились, были первые переселенцы, среди них было много пуритан, пуританы, это не было динаминацией, это было такое движение в христианстве за чистоту, и была масса проповедников, и последний из них, это Джонотан Эдвардс, такой известнейший проповедник, и его известная проповедь, которая называется «Грешники в руках раскаянного Бога», проповедь, которая говорила о том, что вас от ада отделяет только руки, разгневанного Бога, я прошу прощения, то есть «Грешники в руках разгневанного Бога», то есть вас отделяет от ада руки разгневанного Бога, и эта проповедь вызвала такой резонанс, ее просто перечитывали, так вот при свечах, в этих колониях поселенцев, в церквях, то есть и был период пробуждения, ревайвл, то есть это такое пробуждение, и многие проповедники ездили по общинам, и оттуда, кстати, вышла традиция выходить кафедре каяться, вот с этого времени, это не библейская традиция, то есть тогда выходили помолиться, и вот с этого времени, и у баптистов, не знаю, и пятидесятников, или у, есть у харизматов? Оксана, да? Есть тоже? Вот ваш, ну и те, кто был в те времена, оттуда вышла вот эта вот традиция выходить к кафедре, вот это время, это был вот венец, и Джонотан Эдвардс определил очень во многом американскую проповедь, всех протестантов, вот, кстати, ну, те, которые, и даже, может быть, и полный у нас это тоже. Ну, и затем, конечно же, великий проповедник, или король проповедника в 19 век, Чарльз Перджер, который проповедовал в Англии, и, ну, так он назван королем проповедников, есть его книги, есть его проповеди. Ну, в 20 веке много, потому что, особенно на Западе, знаете, западный мир, особенно американский мир, англосаксонский, это мир речи. Вот мы тогда еще видели, сейчас мы уже видим, выходит какой-то политик или президент, ему ставят кафедру, такого не было раньше у нас. В Америке всегда выходит, президент стоит кафедра, это мир речи. Поэтому, и он, в немалой степени, эта культура речи оформлена проповедниками, культурой проповеди. Ну, такой последний, скажем, герой 20 века, который все знают, потому что у каждой динаминации есть свои проповедники, и они думают, что он самый известный, а пошел через забор в другой, а там его не знают. То есть в той деревне его уже не знают, но герой в этой деревне. Но есть герои, которые знают везде. И вот Билли Грэм, он больше евангелист, чем проповедник, но вот он, что он проповедовал там стадионы, потом эти сателлиты, то есть я помню, только пришел в церковь, в филармонии, были сателлитные передачи, мы слушали проповедь Билли Грэма, то есть она, в общем, такая история проповеди. Значит, к чему мы приходим, мы приходим к тому, что на самом-то деле есть история церкви, есть история проповеди. И мы уже в самом начале видели, что как церковь оформляет нашу манеру проповедовать, доктрину, которую мы проповедуем, уже не говоря, стиль и так далее, и так далее. Все нормально? Ты что-то так разочаровался? Нет? Мы видим, что сама история – это вот такой вот маятник, да, вот то всплеск, то… Ну, а сейчас просто другая проблема. Сейчас проблема может быть немножко в другой плоскости. Сейчас контекст влияет на проповедь. Например, если мы говорим о проповеди в современной церкви, ее значении, то, смотрите, в центре богослужения евангельской церкви, я так понимаю, что всех нас можно подвести под общий знаменатель, да, евангельские церкви, evangelical, да, но я вам скажу, то есть, лишь только я представитель по-настоящему евангельской церкви. Я хочу ничего. Нет, ну, потому что у нас по уставу написано «Церковь евангельских христиан». Вот и все. Название. Это я, как бы, что мы шутим, я говорю, вы точно евангельские? А как у вас по уставу написано? Там, евангельские баптисты. Я говорю, нет, вы не чистые евангельские. Да. Ну, это шутка, это шутка, да, понимаете. То есть, под всеми нами можно подвести такой общий знаменатель. Мы с вами евангельские, да? Так вот, какова роль проповеди в евангельской общине? Какое ее место? Особенно на богослужении. Мессии, окей. То есть, у нас очень большую роль занимает проповедь. И при том, что мы сейчас под проповедью понимаем, как в Новом Завете, и рассказать о Мессии, и в церкви там обучить. То есть, это широкий спектр. Давайте мы перенесемся сейчас в богослужебный контекст. Вот, в воскресенье, да? То есть, какую роль занимает там проповедь? Из чего состоят ваши, как строятся ваши богослужения? Давайте вот так поговорим. Первое идет прославление, да, или поклонение. Ну, молитва, да? Потом, что происходит? Читаете Тору. Это в мессианской общине, да? Каких еще? Это еще не проповедь, просто читаете Тору. Недельная глава. Недельная глава. С комментарием. Я так был в Житомире, в мессианской общине, так вот, так было, читали, а потом была проповедь, то есть, еще. Потом проповедь, да? Ну, это особенности мессианской общины. Хотя, ну, протестантские, но опять же, знаете, что такое? Есть классические протестанты, да? Это литеране, пресвитериане, но они, пресвитериане, больше так иногда похожи на евангельских. Методистская церковь, у них выстроена своя литургия, да? Евангельские церкви, более такие, как free, такие свободные. Ну, вот, в нашей церкви идет тоже прославление, потом блок свидетельств и одна проповедь. Она центральная. В аптеческой церкви, в которой я был, ну, крестился и какое-то время был, но я помню, еще было в воскресенье утром четыре проповедь. И когда я был молодым проповедником, я даже пятым проповедовал. Я просил, ну, ведущего, пожалейте народ. Я выходил с чувством глубокого сожаления и раскаяния. Сидят люди, выслушали четыре еще, и это было сложно. И даже была такая шутка. Я когда учился в одной из семинарий, там, мой, ну, однокашник, он писал работу по гамилетике, да? Он так был хороший проповедник, вот, я себя никогда не считал проповедником и не собирался так им быть серьезно, я вот так его потрунивал. Я говорю, вот, Санька, вот скажи, вот ты вот пишешь там дипломную работу, вот какие, какая вот, как ты классифицируешь проповеди, какие из проповедей вот в нашем паптистском братстве? Он говорит, ну, как, как обычно, там, текстуальная, там, объяснительная, там, тематическая. Я говорю, нет, ты не понял. В нашем братстве проповеди делятся на первую, вторую, третью, четвертую. Ну, больше никаких. Но он сначала потом понял шутку, я говорю, ну, тем не менее, тут действительно первая проповедь, она отличается от второй, а третья, а четвертая вообще, она собирает все сказанное, ну, обычно, то есть, хотя, ну, то есть, сложно, но, видите, уже церковь определяется. И когда я вот читаю такие курсы, я говорю, ребята, смотрите, вот вы начнете новую церковь, вот вас отправили или просто вы сами, и вот воскресенье вы собираете народ и будете, и тут же в вас произведутся все прежние модели. Если они были в Баптистской церкви или в Песячской, там тоже есть три, почти четыре проповеди было, значит, они быстро, там, трех, как минимум, будет проповеди три. Я помню, мы ходили в больницу областную, там, на служение, там, ну, заходим в отделение, спели песню там молодежью, хор, и у нас как минимум три было проповедника. Что мы делали? Мы воспроизводили все, что было в нашей церкви. И так и так везде. То есть церковь во многом определяется. И здесь вот такой вот моментик, который очень важен для нас, для проповеди. Какова роль проповеди, мы сказали, да? Библия, община и контекст. Что это значит? Мы еще к этому вернемся. И вот, мы говорим, мы вначале говорили о Библии, да? И нам всем кажется, что мы библейские. Есть даже мода на Западе, даже у нас есть называть церкви, это библейская церковь, да? То есть, или вот библейская, баптистская церковь, там такая, или вот там есть даже такие библейские баптисты, вот так, как динаминация. Что хотят этим подчеркнуть, что очень библейские, что вы там где-то в своих там, не знаю, заблуждениях, а у нас, вот будьте уверены, все в порядке. Как минимум, несколько вопросов возникает, а кто читал Библию? Ну, ваш проповедник, Который у вас, или основатель. Ведь и Мартин Лютер серьезный отпечаток положил на всю лютеранскую традицию, особенно в богословии, лютеранском и библеистике, понимании Павла. И многие протестанты евангельские понимают Павла, богословие Павла через опыт Мартина Лютера. Я потом об этом расскажу, понимаете? А потом происходит в библеистике переворот, так называемая Сандерская революция исследований Павла. А почему? А потому что увидели новые какие-то направления в понимании Павла. Окей. Значит, кто читал Библию, кто ее исследовал? Потом вопрос, как читал ее? Насколько он был грамотен или неграмотен? То есть, или кто-то, вот как вот наше просто пробуждение самой Евангелия, и мы уверовали, да, а кто-то увидел, что другую грань Писания, сказал, нет, надо так. То есть, у меня тоже возникают вопросы, а насколько библейская, да, вот ваша библейская церковь? И что принимал из всего, если там был канон в каноне в этом Писании? Что он принимал, что он исключал, а что он включал? Поэтому вопрос, что у нас Библия в церкви, да, но вся ли церковь в той Библии? Теперь мы подходим к следующему. Община. Во-первых, что породило общину? Как она развивалась, эта община? Что она собой представляет сейчас? Чего хочет, что ищет, в чем проблемы? То есть, очень много вопросов для самой общины. И мы уже, я сдал несколько примеров, как церковь определяет даже манеру, стиль и доктрину, философию проповеди. И мы можем, я еще раз повторю, выходит какой-то спикер и можем уже определить, откуда, с какой церквью. Каким-то, и не только манера, это манера, стиль, какие-то особые моменты, особые, я когда читал лекции, когда такая межконфессиональная, и, конечно же, некоторые подойдут, спросят, а как вы относитесь к этому? Я знаю, а, это адвентисты. А как вы то? Это писатель. То есть, понятно уже. Все, вот это уже, что-то уже выбрано и что-то акцентуировано, то есть, что-то стоит по главу угла. И еще определяет, контекст. Библия, община, контекст. Как изменилась ситуация с той поры, как появилась община, внутри ее и вне ее? Что характерно или типично для этой ситуации? Какие новые вопросы волнуют нас? Какие поднимают, вопросы поднимаются внутри, какие извне, какие программы, масса. Потом я говорю о том, что формирует нашу личную и общинную идентичность. Библия, община, контекст. Поэтому слово библейское, это красиво звучит. Понятно, да? Ну, это не обязательно. И значит, мы подходим к этому моменту богословия. Богословия и проповедь. Я просто пойду немножко дальше, потому что чуть-чуть больше мы коснемся. Я не знаю, как вы относитесь к слову богословия, то есть, как теологии, как вам больше нравится. Некоторые очень негативно относятся. Таково ваше. У вас есть предубеждение? Богословия и проповедь. У нас есть представление о богословии как о какой-то науке, во-первых. Во-вторых, что эта наука отделена от веры, то есть знания отделены от веры. Но изначально я вам скажу, я просто хочу вернуть богословие в его прежнее русло, что в любой церкви есть богословие. И богословие, оно необходимо ввиду того, что оно неизбежно. Потому что каждый раз, когда мы говорим, что этот стих означает или говорит мне даже хотя бы вот это и вот это, мы делаем такую маленькую богословскую интерпретацию или богословское дело. Мы уже богословствуем. То есть мы интерпретируем текст. По большому счету много определений богословия. Особенно нам просто может быть со времен схоластики или эпохи рационализма досталось уже богословие такое или в схоластичной, или в таком рациональном виде. На самом деле богословие связано, это не только разговор о бойне, но также практика жизни. Потому что я вам покажу чуть дальше. Богословие формирует опыт, доктрина определяет опыт. Иногда и опыт определяет доктрины. Так что я верну богословие в русло. Ну, такое нормальное, то есть без всяких негативных коннотаций. Но первое там в нашем планчике, да, что там написано. Что у проповеди это тоже богословие. У проповеди есть богословская задача. Церковная проповедь, и я буду сейчас говорить о проповеди в таком контексте богослужения, да. И даже в нашем благовестии это тоже отображается наше понимание благою вести. Это тоже какое-то маленькое богословие. Я вообще называю богословием, особенно евангельское богословие, если говорить о евангельской теологии, то ее, знаешь, в богословии, как в науке, есть предмет, да, или объект исследования, предмет исследования. Так вот, для евангельской теологии ее объектом есть благая весть, то есть библейское содержание. Вот это будет евангельской теологией. Поэтому слово «евангельская» очень важно. То есть евангельская теология, когда ищет свой предмет исследования Евангелия, То есть оно, вот в этом, я как евангельский теолог, достаточно могу выйти за свои рамки, я могу его искать, какая традиция воспроизводила, интерпретировала, передавала, интерпретировала Евангелие. Это может быть православное, это может быть католическое, лютеранское, методистское. То есть если я там вижу, что есть Евангелие, я его включаю в свою схему, или в свой процесс богословский, понимаете, да? Поэтому поиском евангельской теологии есть Евангелие. Хотя, конечно, за этим Евангелие стоит Бог, его Слово, его замысел, его планы, наша жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Окей. И, ну, мы не занимаемся сейчас богословием, да, поэтому я не могу говорить. Поэтому я снимаю такое, хочу, чтобы в нашем контексте слово богословие не имело никаких негативных аннотаций, да? Нормальное, то есть вы в любом случае богословствуете. Когда вы будете говорить кому-то о своей вере, вы уже как бы богословствуете. Просто можно грамотно богословствовать, можно неграмотно. В чем разница? Есть хорошее богословие, есть плохое богословие. Оно всегда будет. Знаете, можно отказаться от медицины, но она будет. Есть врач хороший, есть врач плохой. Он есть. Какие еще там моменты? Всегда будет там, есть плохая музыка, есть хорошая. Но, наверное, есть музыка. Любой церкви она будет петь, она будет говорить, это все есть богословие. Другой вопрос, что есть частью чего? Является ли богословие частью большой проповеди церкви, или проповедь есть продолжением богословия церкви? Я опять оставлю эти дискуссии для другого контекста, для других залов. нас это не интересует. Но что я хочу сейчас сказать, мы начнем потом после перерывчика продолжим, что проповедь имеет богословскую задачу. Если вы хотите, чтобы эта проповедь была библейской. Поэтому здесь вот на этой схемке я покажу примерный путь, с чего начинается. Первый путь – это анализ или задача аналитическая. Нужно анализировать текст. Прежде чем я выйду на кафедру или вы захотите кому-то рассказать, но я понимаю, это не на скамейке, это где-то не в трамвае. Я имею в виду контекст церковной проповеди, хорошо? Или даже урока, я не знаю. Понимаю, что многие из вас еще не проповедуют и не знаю, будете ли проповедовать, нет, но тем не менее я хочу вам показать этот процесс. Первая задача в проповеди – это аналитическая задача, в офисе теологии. Нам нужно проанализировать текст, его контексте, язык, автор, история, источники, формы, жанры, о которых мы будем говорить. Помните про нашу лисичку? Это интересный момент, иначе ускользнет нюансы, нюансы текста. Потом мы переходим к синтезу. Это синтетическая задача. Вот это уже область библейского богословия. Как наш кусочек, любимый стишок, соотносится со всем библейским повествованием? Понимаете? То есть, если у меня просто есть набор любимых стишков, то я еще не проповедую и не говорю библейский. То есть, как же мой этот стишок соотносится со всей библейской панорамой, со всей библейской мозаикой? Это всего лишь один пазл общей картины. А если я просто возьму из торбочки этих кусочков пазлы, достану, да, и буду сам дорисовывать потом рисунки, какие у меня, а ведь можно из любого пазла дорисовать, ну, пусть не все, что хочешь, но очень многое того, чей частью он не является. То есть, просто нарисовать свою картину. Даже пусть это будет пять пазлов. Мне нужно знать, частью какой картины общий этот стишок является. Поэтому следующая задача – это синтетическое. Этим занимается библейское богословие. Потому что библейским богословием часто поднимается это в хорошее богословие, правильно. Но если говорить в контексте богословских наук, то библейское богословие – это историко-описательная дисциплина. То есть библейское богословие, в противовес догматическому богословию, ищет категории и образы понятия библейского материала. То есть его интересует богословие Павла. Как он, еврей, встанет сейчас с Иисусом Мессии, стал говорить о таких вещах, которые вызвали такой результат. Почему? Какие его категории? Когда он говорит «душа», то это совсем не то, что мы говорим под слово «душа». И когда он говорит «бог», и когда он говорит политический «теос», то это не совсем то, что думали греки. И сейчас любого, выйдя на улицу, скажи, что такое «бог», он скажет, что такое «бог». Хотя он даже и не понимает, что такое «душа». И каждый человек скажет, что такое «душа». А где он взял понимание этого термина «душа»? И у нас есть такое вот, мы читаем, душа, дух, тело, бац, сразу понимание. Откуда у нас это понимание взялось? Мы поинтересовались у Павла, еврея, какое у него понимание «дух», «душа», «тело» или освящение. Понимаете? Это задача библейского богословия. То есть понять термины и категории, исходя из их мышления. Поэтому оно, библейское богословие, это там и сейчас. Конечно, в истории под библейским богословием понимается то, что я сказал. Потом библейское богословие поднималось только в либеральном направлении. Это то, что это борьба с догматикой церковной, чтобы якобы чистое библейское учение никак не соотносится с церковным учением, догматикой и доктринами. Ну и третье, это такое, что библейское богословие – это правильное богословие, то есть это самое чистое. Но на самом деле была ли выполнена процедура библейского богословия? Итак, первая задача, ее решает экзегетика. Экзегетика – это метод интерпретации текста, то есть восстановить его первоначальное значение, ну просто маленького текста. Следующая задача – это синтез. Это задача библейского богословия. Как мы свяжем, как мы увяжем, как мы понимаем взаимоотношение части и целого. Понимаете? Ну я такую простую схему. Следующая схема, следующий шаг. То есть это что значил текст тогда. Теперь, ну назовем это догматикой, да, формирование богословских принципов и этических норм церкви. Вот теперь, после того, как мы понимаем этот синтез, то есть выполнить эту задачу, да, и мы хотим сделать какие-то нормы, или кого-то учить, или как мы называем, лечить кого-то, да, когда вам кто-то будет что-то рассказывать, или, ну, как бы, читать морали, проповеди, скажете, что ты меня лечишь, ты выполнил первую задачу, анализ. Нет. А выполнили вторую задачу, синтеза. Ну это шутка, понимаете. То есть, понимаете, да. Следующий этап задачи, это уже догматическая или, ну, богословская интерпретация. Каким образом мы формируем богословские принципы, этические нормы для сегодняшней церкви, вот сейчас. Но эта задача не выполнена пока, не выработано применение. Каким образом, а это уже область какого богословия? Практического, да, или прикладного. Как это практически применяется в церкви? Вот это полный цикл или шаг богословия. Проповедь также является, она повторяет эту схему. Вы видите, в самом начале сказал, что как принести этот текст, старый текст, античный текст, древний текст, да, хотя мы называем его богодухновенностью, но мы видим, что там он прописан в другой культуре. Как его принести сюда? Поэтому есть богословская задача. Все это выглядит вот так. Сейчас, может, так будет лучше видно. Вот так, вот так вот лучше, да? То есть, теология, а проповедь, когда решает богословскую задачу, она повторяет этот шаг. Каким образом принести текст или то значение, которое было там и тогда, сделать его актуальным здесь и сейчас? Что значит текст сейчас? Конечно, если вы пророк, то для этого есть другие программы и обучение курса. Понимаете, да? В данном случае мы говорим о работе, о отношении к библейскому тексту. И проповедь в данном случае имеет свое богатство. Богословскую задачу. От текста к применению, но через вот такие вот четыре шага. Первый – это анализ текста. Просто подумать, посмотреть, разобрать. Мы сделаем маленький такой, у нас будут последствия такие упражнения, как взять текст его и быстренько раскатать его, как делают хозяйки, когда делают вареники. То есть из такого маленького кусочка теста раскатывают такой вот там, как это называется. И потом лепят, лепят пункты для проповеди в одну кастрюлю. Хорошо? Но нам нужно знать, частью какого контекста, частью какой картины является мой текст. Когда я говорю там Иоанна 3,16, я должен понимать, что я не могу, я должен понять, какой он имеет замысел, какую часть, функцию, в общем замысле Евангелия от Иоанна, или там притчу Луки, или какой-то другой фрагмент. У нас не просто, если Библия так дана, значит, нужно с этим считаться. Понимаете, да? Потом, что значит теперь, формируется систематика или догматика. У вас есть какое-то учение там, в любой церкви есть какое-то учение, то есть это может быть догматика, то есть я не буду сейчас глубоко, я разделяю вообще систематическое богословие от догматического богословия. У меня немножко разные задачи, хотя оно похоже. Но самое главное, вот чему приходит, к применению, к практическому применению этого слова здесь и сейчас. Это самое тяжелое. Кто-то сразу берется, кто-то сразу берется, раз, о, это можно так. Ну, если простой текст, допустим, не укради, то действительно, не укради. Хотя тоже возникают вопросы. В нашей системе налогообложения масса вопросов возникает, да? Там и так далее. Ну, это не столько. Так, сколько у нас там времени еще есть? Есть, да? Еще немножко я вас так по, напоследующих перед переменкой. Очень плохо видно. Что-что? Я вот думаю, как это вам сейчас все расшифровать? Что-что? Что-что? Ну, окей. У нас осталось пару минут до перемены. Я вам немножко скажу, повторю, значит, как история церкви, ее богословие будет определять, определяет наши общины. Еще раз повторюсь. Смотрите. Нам кажется, что у нас простая задача – исследовать текст. Но этим исследованием, или эта задача стоит перед такой обширной дисциплиной, как библейские исследования. Очень интересно ее с ней как-то быть знакомым. Сюда входит библейская герменектика, экзогетический метод и инструменты, и, ну, целый набор. И нам кажется, что все класс, все окей. Но мы забываем, что мы дети, то есть мы уже говорим языком, который прописан историей. Ранее христианство и Средневековье, например, вселенские соборы. Когда мы говорим, что, я не знаю, вы верите, что Иисус Мощиах, Он есть Сын Божий, и Он есть Бог, который в плоти пришел. Верите в это? Вы должны знать, что вот сказать это, то есть вы уже опираетесь на вселенские соборы. Потому что тогда стал вопрос, что значит природа, Бога-человека. Когда вы говорите ипостась, в Библии этого слова нет. Это уже подготовило нам кто? Богословие вселенских соборов. То есть уже кто-то заложил, и мы уже говорим этими словами, да? То есть мы когда говорим троица, то есть нет термина такого в Библии. То есть мы уже опираемся, кто-то уже это объяснил и сказал, да? Когда мы говорим такие, или ставим акцент на предопределение, то есть это уже термин реформатского богословия. Это Лютер. Или оправдание по вере очень жестко, да? То это нас уже говорит Лютер. Или когда говорим очень сильно о общинах, да? Братских общинах, без иерархии, то да, библейские, но это благодаря анабаптистскому движению. И Цвингли. Ульвих Цвингли, католический священник в Цюрихе, научил свой приход читать Библию. И знаете, что получилось? До чего не додумался ни Лютер, ни Кальвин? Они захотели перекреститься. То есть креститься по вере. Вы по вере крещены? Знаете, что это не то, что ваши училия Библию прочитали. Потому что до этого тысячелетиями крестили детей. И первые реформаторы протестанты, и Лютер, и Кальвин, и Пресвятыряние по сей день, и Лютерани крестит детей. Анабаптистское движение. И теперь, если вы крестите по вере, то ваш церковный модус, то есть бытие общинное, оно вот всех времен идет. Если бы их не было, был бы вопрос. Понимаете? Вот так история, история церкви влияет на нас. И тебе говорят, что мы такие разные, там, баптисты, писядники. Я говорю, да, но церковный модус, как общины учеников, мы получили вот отсюда. Там цвингли, еще множество имен. Поэтому субботники, писядники, харизматы получили в наследие вот этот вот импульс, вот анабаптистское движение. То есть у нас уже кто-то говорит, мы что-то можем поменять, мы что-то можем перетолковать, но какие-то вещи уже стоят, мы не изобретаем заново. Ну, кроме каких-то ересей. И то, когда мы какую-то ересь изобрели, вдруг видели, что она...